Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня постараюсь достаточно времени уделить съемкам общего расклада. Вот как мы любим. Просили 4 позиции. Светлана хотела 4 позиции. И для нее в том числе, собственно. И великие ужасные тоже с нами. И 4 колоды. И все это я постараюсь, будем так говорить, не растягивать особо информацию. Но тем не менее и не ограничивать в трактовке себя во времени. Для того, чтобы вы могли посмотреть такой достаточно длинный расклад. Вы можете хоть себя, хоть какого-то другого человека загадывать. Если вы подозреваете, что у какого-то человека перекрыты дороги. И вот есть ощущение такое, что рвется куда-то вперед, старается. Как-то пытается, трудится, но ничего не получается. И вот здесь можно, соответственно, будет уже делать выводы. Перекрыты дороги или нет. Причем мы не только с магической точки зрения это будем смотреть. Мы будем смотреть и с точки зрения обычной бытовой, психологической. И иногда человек оправдывает просто свою лень, сидя попой на диване. И говорит, что вот у меня дороги перекрыты. Поэтому я не хочу и не буду ничего делать. Ну а вообще здесь, скорее всего, такие люди не подходят. То есть если это реально лень, и человек в принципе никогда ничего не делал для того, чтобы что-то достичь. То сам он себе, видимо, свои дороги и перекрыл. Но для тех, кто реально имеет какие-то планы, старается, хочет, планирует. Но вот что-то не получается. Я думаю, что будет актуальна эта информация. Первая, вторая, третья, четвертая позиция. На первую позицию сегодня у нас идет ананас. Любит он первую позицию. Вторая позиция виноград. Зеленый, контрастный нынче. Третья позиция яблочко наливное и атомная клубничка. Ну куда бы мы думали, ушла, конечно же, Кастари. По какому принципу я сегодня выбирала колоды? Ну по принципу новизны. То есть это одни из самых новых колод, которые пришли. И вот сегодня с ними, конечно, хотелось бы пообщаться и понаслаждаться красивейшими иллюстрациями, которые на них, конечно, на каждом аркане, буквально произведение искусства практически. Если вы хотите на эту или другую тему посмотреть индивидуальным раскладом вашу ситуацию, то в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, где подробно с уважением к вам я объясняю, как вы можете получить индивидуальную консультацию по своей ситуации. Опять же, я всегда говорю о том, ух ты, один аркан у нас остался здесь от колоды. Ну хорошо, потом положим его в колоду в процессе уже. Так вот, пожалуйста, для того, чтобы проявить уважение к силам, никогда даже хоть по поводу перекрытия дорог, хоть по поводу других каких-то вопросов, не говорите слов «магича», там что-то наделали, там вот такие вот фразы «обратки». Это всё показывает, знаете, вот область, которая у меня всё-таки, может быть, я не права, может быть, это субъективно, но из моей практики и наблюдений за тем, что и как происходит в жизни таких людей, которые используют очень активно подобного рода фразы, обычные силы относятся к ним также, то есть без большого уважения. Поэтому забудьте слова «магичит», «колдовки» и всякое прочее, только если вы в уничижительном формате эти слова говорите о тех практиках или о тех непрактиках, недопрактиках, которые не могут там себя держать в руках, которые не могут действительно сделать чего-то стоящего. Ну а когда вы входите в магию с уважением, вы должны по-другому это формулировать. Потому что очень часто слышу запрос «парчугина», «парчужила мне», «намагичила», «я ей обратку послала». Но это какой-то быдло уровень, честно говоря, и обычно ничего хорошего ждать не приходится. Вот в таких вот ситуациях, когда человек так формулирует то, что происходит в плане именно энергетическом. Поэтому немножечко небольшое было такое отступление, но это от расклада не заберет информации. Вы можете загадывать хоть по колоде, хоть по порядку открытия, но хоть по фигурке, которая перед вами там лежит и больше всех полюбилась вам. Но и мы начинаем. Для тех, кто выбрал позицию номер. Номер раз сегодня будет у нас атомная клубничка. Она четвертая по порядку выкладки и первая по порядку открытия у нас. Соответственно, с нее мы и начнем. Давайте посмотрим, что наш мирный или уж немирный атом сегодня нам расскажет. Есть ли вообще у вас некие ограничения, перекрытия дорог энергетические какие-то? Ну, во-первых, смотрите, на карте изображена дорога. И мы можем говорить о том, что не столько перекрыты ваши дороги, сколько перенаправляется ваша энергия с целью либо обучения вас, либо вас могут тормозить люди или общество, которое находится с вами. Это больше не магия, а больше общественное мнение. И это может быть связано в том числе с потерей энергии и воздействием в том числе энергии и информации на вас, людей, более сильных людей, которые занимают либо просто по возрасту старшее положение, либо это начальники и те, кто имеет какую-то власть и вес для вас. Здесь, вы знаете, есть какая-то обида, которая не дает двигаться вперед у человека, скорее всего, по этой позиции. Обида на взрослых, на родителей, на общественное мнение, на то, что заставляли делать не так, как хотел человек, а так, как видела его в идеальном варианте общества, которое ему же потом спасибо не сказала за то, что этот человек, это общество послушался. Поэтому здесь были потери по этому поводу, были вплоть до того, что человек переставал себя ощущать самим собою. Вот иногда мы, да, вот, то ли сон, то ли явь, и я не пойму, то ли это я, то ли это какой-то биоробот, да, который выполняет определенные действия по чьим-то указаниям. Вот здесь у человека вот это ощущение могло проявляться, и проявляться неоднократно, тем более из-за давления окружающих. Если на вас никогда никто не давил, и все у вас гладко и складно и хорошо, тогда не ваша позиция, выбирайте другую. Давайте посмотрим, кто или что могло здесь повлиять. Ну, смотрите, здесь полный букет, здесь просто целый букет того, что происходит. Как уже было сказано, старшие начальства, те, кто являются покровителями или руководящими, да, в ваш адрес или в адрес того человека, которого вы загадываете, вот здесь они отыгрываются и отображаются. Среди прочих, это мужчина, мужчина, знака воды или воздуха, старше 39-40 лет, который мог показывать своим примером, да, и презрительной какой-то миной, что вы делаете что-то не только, или те люди, которым вам, которых вы чувствовали как своих энергетически, да, вот о них он говорит, ой, да ты посмотри на нее, ну что же это такое. Женщина, знака земли или огненного знака, такая вот может быть достаточно суровая, иногда занудная, бензопила дружба в определенном режиме, и вот они как-то давлели, да, вот на вас. А потом и вы сами, или загаданный человек стал тоже частью такого общества, которое не только само себя сдерживает, но и другим тоже вокруг себя не дает двигаться вперед. Вот знаете, когда ребенок жертва правил, когда человек в семье жертва каких-то традиций, я не говорю о том, что традиции не нужны, они нужны и хорошие традиции, и, конечно, просто обязаны поддерживать мы. Но здесь очень интересный момент, когда под вот эти традиции человека ломают и лишают его его индивидуальности и собственного будущего. Огромные такие вот чемоданы с правилами, которые стоят вокруг, и среди них, наверное, не протолкнутся ни влево, ни вправо. Поэтому здесь вот такая вот история. Для кого-то это влияние отца достаточно жесткого, причем если отец еще выпивал там, да, и был двуличным, были двойные стандарты, называется, мне можно, а тебе нельзя. Виталик, нос не дорос, остановись, да. Как влияли эти люди или обстоятельства? Обижали, одергивали, оскорбляли, запрещали. То есть здесь вот именно та позиция, когда люди с точки зрения того, что я знаю, я пожил, папа знает, папа пожил, стих на музыку положил, да. Вот здесь такая история, когда человек защищал себя, запрещая вам что-то. и это действительно могло буквально ломать психику человека на определенном этапе. Для, допустим, людей взрослых, у которых детство было более-менее, да, вот. Но здесь может проявляться, допустим, партнер на определенном этапе, когда жена или муж просто вот жестко запрещали какие-то вещи. И говорили о том, что туда, нет, ты не пойдешь, ты привык там Новый год на площади, глядя на салют встречать, нет, ты туда не пойдешь. То есть это не наша традиция, мы всегда там ходим, допустим, в баню и встречаем там. Поэтому здесь жесткое перемалывание какое-то из области, что либо ты со мной и делаешь так, либо ты не наш, ты чужой. Вот такое воздействие через подобного рода осуждение. Давайте здесь вам по этой позиции предостережение совет. Если себя загадывали, то не бойтесь, просто декларируйте миру то, что вы хотите видеть. И если вам какие-то правила, допустим, люди озвучивают, то вы тоже взамен им можете озвучивать свои правила. И опять же, интуитивно понимайте, какие требования стоит соблюдать, а какие не стоит. Мы не о законодательстве, а о личных каких-то, да, вот взаимоотношениях. Плюс еще, смотрите, если вы загадывали другого человека, то не пугайте его еще больше. Но вы можете сообщать ему, что не всегда и не все семьи, не все коллективы действуют по этому признаку, принципу, что есть другие пути. И вы можете просто давать этому человеку информацию, что там, знаешь, Вика, а можно вот так вот еще сделать, а можно вот так вот. То есть не думай, что то, что на тебя давит, и то, что тебя заставляли делать, допустим, с детства, это то, что нужно, или то, что требовал там бывший муж, например, или кто-то еще, или отец, который там сам своей жизни толком не сложил и тебе бы она запрещала. Здесь вы можете и, наверное, имеете право, судя по тому, что есть, уверенно очень свои жизненные принципы доносить до человека. То есть говорить, что на самом деле вы видите, как вы видите эту ситуацию, как вы бы поступили. Ну и, соответственно, человек уже может принимать решения, глядя на то, что рассказываете вы ему. Если загадывали себя, то это просто, да, декларация миру того, что я хочу. То есть здесь определенное послание. Иногда нас заставляют что-то делать, даже не понимая, чего мы хотим на самом деле сами. Поэтому здесь вот озвучивайте. То есть вы можете говорить, что да, вы хотите, чтобы мы сделали это, а я хочу поступить вот таким вот образом. Поэтому не забывайте о таких нюансах и озвучивайте действительно то, что вас беспокоит. Для тех, кто выбрал позицию у нас номер, номер раз. Ананасик у нас. Давайте посмотрим, есть ли здесь. То есть если здесь по предыдущей позиции человека заставляли сомневаться и как будто бы отказываться от чего-то, что он мог бы себе позволить, перекрывая, да, определенным образом психологические пути, то здесь давайте посмотрим, что по данной позиции. Сама сигнификация. Но вы знаете, я могу сказать, что здесь не столько перекрыты дороги, сколько может быть история, когда отрезали некую возможность, отрезали какой-то путь, поставили ультиматум. То есть здесь сказали, что нет, нет, ты не пойдешь в это учебное заведение, ты пойдешь в другое учебное заведение. Хочешь ты этого или нет, нравится это тебе или нет, но ты будешь делать так, как мы тебе сказали. Вот такая здесь позиция достаточно четкая проглядывается. И это не постоянное какое-то перекрытие дорог, это вот какой-то, да, основополагающий выбор в жизни. То есть вот иногда, когда ребенок идет куда-то учиться, или когда мы выбираем работу, или выбираем партнера, то есть здесь вот ставится какой-то ультиматум. Или ты делаешь так, или там я не делаю того-то. Вот здесь вот очень четко, скорее всего, вопрос ультиматума может отыграться однократного отрезания какой-то важной дороги, важного решения, да, вот у человека. Если не ваша позиция, то есть если вам никогда никто ультиматумы не ставил, и не заставляли там родителей идти куда-то учиться, или не заставлял муж бросать работу, или что-то другое делать, да, если все время вы вот в своей колее, то тогда перезагадывайте просто позицию. Давайте смотреть, кто или что может сейчас мешать или желать, да, вот перекрыть ваши дороги. Ну, смотрите, я могу сказать, что на сегодняшний день вы достаточно хорошо защитились от мира, и достаточно хорошо стабилизировали свои эмоции. Здесь вы можете послать любого, в принципе, на три веселые буквы, кто будет лезть и перекрывать вам что-то. Единственный, кто может как-то влиять на то, чтобы перекрывались или нет ваши дороги, это и с точки зрения психологической магии здесь мы не видим, то есть здесь не магического характера карты ложатся. Возможно, на человеке по этой позиции хорошая защита стоит и так далее. Но здесь карты говорят о том, что иногда на вас пагубным образом, перекрывая пути или как-то вот, да, не разрешая идти по какой-то стезе, может проявляться тот человек, который вас защищает. Или вы можете думать, что этот человек вас защищает. Вот такая вот позиция. И из-за него вы можете понимать, что происходит некое перекрытие. Вот такая тут история отрабатывается у нас. Но у вас, смотрите, у вас достаточно мощная своя энергетика для того, чтобы выбирать свой путь. И вряд ли вам кто-то приказывает на сегодняшний день, прямо и запрещает, да, вот идти куда-то, куда вам хотелось бы. А в целом вы как будто бы начали новую жизнь. Или начинайте сейчас. И все как-то в ладу, в принципе, с окружающей действительностью. Как могут или могли перекрывать? Обидами, обижульками и постоянным сообщением о том, что вот если бы не ты, то вот я бы, там вот мама тебя растила, я все силы на тебя потратила, я вложила всю себя в твою жизнь и так далее. И вот теперь, а ты не хочешь идти учиться на бухгалтера. Ай-яй-яй, вот такая вот здесь могла быть история. И вам это декларировали, обижались, губки надували. Вот такой вот момент, он здесь есть. И больше здесь о том, что все-таки на вас это не оказало того воздействия, чтобы просто отшибить навсегда возможность. Вы поняли, что здесь есть какой-то вариант сделать хвостиком, как хитрый рыбоклёст и уйти куда-то в сторону. Поэтому вас просто спровоцировали, додавили в определенный момент на то, что вы научились врать или солгали однократно в конкретной ситуации. Предостережение, совет. Хоть вы себя загадывали, хоть другого человека, но предостережение и совет всегда тому, кто смотрит. Потому что, ну, тот, кого вы смотрели, он может просто понятия не иметь о том, что вообще есть такой расклад. Поэтому советы и предостережения будут в пустоту. А так здесь, если говорить у вас, карты говорят о том, что прекратите оценивать постоянно, да, вот стоя на берегу то, что происходит, и примиряться перед каждым шажочком. Иногда можно и нужно подвергнуться, да, вот воздействию страсти, желания, азарта какого-то и пойти туда, куда вас тянет. Ну, в рамках, конечно, разумного. Понятное дело, если вам там какие-то разноцветные таблеточки дают попробовать и прочее, а вы думаете, а пойду я туда подвергнусь страсти, нет. Все, естественно, у разумных каких-то вопросов. То есть, если вы понимаете, что вам предлагают, допустим, здесь должность какую-то в параллельной организации, да, вот где вы работаете в каком-то другом отделе, вас тянет вообще в другую специальность, и вам нужно туда идти. И вы понимаете, что это призвание всей вашей жизни и дела вашей жизни, то вы можете выбирать свой путь. Здесь вот именно карты говорят о том, что вы можете делать то, не ругаясь с окружающими, что трансформирует вас, и даже менять сферу деятельности или менять круг общения. Но имейте в виду, что сразу же после вашего действия не получится все на следующий день. Придется подождать, придется еще вложить время, усилия какие-то, и нести ответственность за те поступки, которые мы совершаем. То есть, да, если мы что-то делаем, то, соответственно, ответственность мы несем. Этой ответственности мы можем, конечно, бояться, но только за этой ответственностью и за каким-то пластом трудностей открывается ваш новый путь. Такая вот тут история. Очень красивая, в восточном стиле. Интересная. А для тех, кто выбрал позицию номер... А давайте вот так вот. Давайте номер 4. То есть, 3. Третья по порядку выкладки. Послушаем лисичек. И наливное яблочко. Ну, вы знаете, я вам скажу так. У вас, скорее всего, какой-то привал перед новой дорогой. Я не вижу, чтобы ваши дороги были перекрыты. Нет, здесь нет перекрытия дорог абсолютно. Здесь у человека могут быть какие-то новые фееричные идеи, какие-то новые пути. Но может выбирать из нескольких. Или знаете как, вот прямо сегодня, скорее всего, человек по этой позиции решить не может, стоит ему туда идти. Или не стоит. Прямо сейчас очень затруднительно это решить. Потому что нужно сперва завершить что-то, отдохнуть, отлежаться, отдышаться и только потом идти дальше. Если человек сейчас сделает какой-то рывок, то да, здесь могут просто перекрыться дороги, может ждать фиаско в самом начале. Да. Здесь есть возможность перекрытия. но именно в том случае, когда человек пойдет, да, вот сразу без отдыха. На самом деле, магическое воздействие здесь даже косвенно у нас не проявляется, но здесь такие вот, знаете, как судьбоносные трудности в пути, они присутствуют, они открываются. Их можно, конечно, корректировать, в том числе магией, но в данном случае здесь приоритетно все-таки человеку отдохнуть. То есть вот здесь, базируясь на том, что уже есть, сделав выводы из того, что уже пришло в жизнь этого человека, он может где-то через месяц тире 3-4 месяца, ну то есть до 4 месяцев примерно, не предпринимать каких-то очень жестких решений и не идти по какому-то абсолютно новому пути, но готовиться к тому, что вот я сейчас отлежусь, я сейчас приду немножко в себя, там кто-то там похудеет, кто-то там, не знаю, пройдет курс каких-то препаратов, кто-то зубы там сделает, кто-то еще что-то, кто-то просто отлежится и будет кино смотреть целыми днями месяц, но это человеку нужно для того, чтобы новая дорога как будто бы уже была готова к тому, чтобы состыковаться с его энергетикой, потому что сейчас, хотя потенциал отличный, вот именно завершающий, финальный штрих для начала новой дороги пока еще не пришел по этой позиции. давайте будем смотреть, что или кто может здесь помешать, ну, смотрите, здесь вот именно то, что торопыжисть какая-то, она может действительно сыграть не в пользу человека, например, закончил курсы, но еще с инструктором дополнительно не отъездил человек за рулем для того, чтобы понимать, как ему действовать, как ему водить, и вот он бежит, садится за руль, ведь такая новенькая, красивая машина, а я только вчера права получил и тут же попадает человек из-за того, что он вступает в действие у нас, здесь поговорка поспешишь людей насмешишь. И здесь вот реально можно ухохотаться просто кому-то из окружающих, потому что поддавшись эмоциям, человек и поторопившись сам себе может многое испортить. Ну и для кого-то еще женщина, у кого-то имя Алина, Алена может прорабатываться, знака воды или воздуха, капризная, эмоциональная, она может вообще отшибить, да, вот какое-то желание двигаться вперед каким-то своим словом, поэтому здесь вот с ней будьте аккуратнее. Как? Вам могут, во-первых, смотрите как, если вы сейчас включитесь, недостаточно энергии, чтобы это делать, ну и плюс ко всему могут быть люди, опять же, вот эта дама, которая у нас выпадала, она может рассказать о том, как это сложно, там, не вздумай, там, открывать свой бизнес, это же ужасно, это так сложно, ты сейчас попадешь на какие-то постоянные проверки, еще, то есть вот то, что человек боится сам, то, чего он боится, он может перевалить на вас, на вашу ситуацию, он может додумать, он может свое видение, только как он у себя в своей жизни, вот это бы видел, вывалить все на вас, соответственно, да, и вы из-за этого можете подумать, да ну его нафиг, у меня столько ресурса, нет, 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 и на эмоциях вы можете просто отказаться от реализации себя в определенном направлении, а вот этого делать не надо, давайте вам предостережение, совет, ну, смотрите, вообще очень интересная, да, ситуация, когда одной масти, мечевые подсказки, предостережения, и все, что только можно, здесь карты говорят о том, что пока не завершайте то, что идет, то, что идет своим чередом, закончится само, и не цепляйтесь за старое, то есть одновременно вы и не должны сейчас пытаться начать что-то новое, скоро, скоро, быстро, быстро, да, и не должны прилагать сверхусилия для того, чтобы что-то закончить, побудьте в состоянии вот таком, когда вы просто наблюдаете, и не идите к новым вершинам пока что, нужно время, карты говорят о том, что вы должны быть вежливы, с некой, да, моя женщина знака земли, или огненного знака, иногда она может быть, такой вот чуть-чуть бензопилой дружба, по своему характеру, поэтому здесь вот карты говорят о том, что особенно если это пара, да, для кого-то это мать и отец, у кого-то это какая-то пара, женщина знака земли, или огненного знака, вот та, которая была описана мужчиной рядом с ней, это либо ее супруг, либо очень близкий какой-то для нее человек, и вот здесь постарайтесь с ними очень дипломатично решать какие-то вопросы, ни в коем случае не выдвигать никаких ультиматумов, не разговаривать резко, не провоцировать на какие-то условно-военные действия, внутри отдельно взятой группы людей, поэтому здесь постарайтесь немножко, вы знаете как, договориться с другого бока, зайдя как-то, потому что если вы напрямую будете сейчас в лоб что-то говорить, вы можете натолкнуться на конфликт с этими людьми, и карты говорят о том, что вы больше должны говорить о своих эмоциях и чувствах, и как-то вот интуитивно, да, вести эту беседу достаточно мягко, для того, чтобы не получить полбу, и для того, чтобы получилось у вас все-таки договориться о том, что вас интересует, и о том, что для вас будет действительно важным, вот такая позиция интересная очень, ну и конечно у нас позиция первая, вторая, третья компот, компот, компот у нас зелено-виноградный, и давайте посмотрим, что расскажет нам он, давайте смотреть, есть ли, ну вы знаете, я вам скажу так, здесь вот шаг вперед и два назад, дамы, дамы, помогите, Боры, и здесь история о том, что, вот знаете как, вроде бы и дорога не перекрыта, а вроде бы вот пошел, вернулся, пошел, вернулся, вот какое-то такое ощущение, когда человек тупчется на месте, и кстати, очень многое здесь может происходить из-за того, что человек сам не понимает, что ему нужно, он просто хочет выглядеть красиво, он хочет говорить о том, что он многое делает, он может даже там, допустим, своих близких не то, чтобы шантажировать, но постоянно напоминать о том, что да, а вы посмотрите, сколько я делаю, вы посмотрите, какой я хороший, да я же в магазин каждый день хожу, ну что, что такие за ваши деньги, ну я же туда хожу, то есть вот здесь история, когда человек может одной ногой стоять в прошлом, а другой в настоящем, при этом нет третьей ноги для того, чтобы шагнуть в будущее, то есть по сути, на вроде бы и не перекрыты дороги, но есть достаточно много какой-то суеты, мечты-мечты, где ваша сладость, и здесь больше прожектерства, чем каких-то конкретных шагов, четких, внятных, нормальных шагов к реализации плана, здесь вот больше о том, что дурень, думка и богатеет, и у человека планов громадье, но он не реализовал пока что те из них, которые нужно было бы реализовывать, давайте посмотрим еще так, кто или что здесь может помогать или препятствовать, ну вы знаете, семья может жалеть, может говорить, ой, да Толечка же у нас такой мальчик, ну шо вы это говорите, ну куда же он пойдет, и здесь вот такая история, когда собрались вокруг семья, близкие, друзья, они вот чирикают, то есть это не какой-то враг извне, который может колдовать, который может жестко останавливать, перекрывать дороги, нет, здесь свои, здесь свои, которые жалеют, и вы можете покупаться, или вот тот человек, который здесь присутствует на причитании мамы или жены, или там еще кого-то, да, вот достаточно близкого, тот человек, который переживает, который боится сам что-то сделать, и соответственно, боится отпускать человека в том направлении, но от человека-то и не особо хочет идти в каком-то направлении, то есть здесь больше задача данного лица развести суету вокруг себя и показать, что я много чего делаю, ну вот, ну не шмогла я, не шмогла, я очень хороший, я очень стремлюсь, но не получается у меня, я работал, работа подразумевает зарплату, но не заработал, да, вот продолжение в этой ситуации, и вроде бы человек уже шишки себе набил, но он завидной регулярностью из-за того, что есть вторичная выгода наступает на одни и те же грабли, ну у кого-то здесь есть еще и магическое воздействие, однако оно не на перекрытие дорог, больше это воздействие любовного плана или привязки какой-то, ограничение действий у человека, или рядом с ним у кого-то, то есть может рядом кто-то находиться в таком состоянии, кто не дает данному загаданному лицу идти вперед по своей дороге. У человека есть дорога, но он может в конечном итоге опоздать, может доделаться каких-то мелочей до того, что просто потом не увидит главное за этой мелочью, это прокрастинация, да, вот в полном смысле этого слова, скорее всего. Если не ваша позиция, если вы четко знаете цель, вы к ней идете и так далее, то в принципе и расклад-то особо не для вас тогда тема. Но смотрите, не отзывается, перезагадывайте другую позицию. Может быть неприятно то, что слышите, особенно на этой позиции, если человек загадывал себя. Но я всегда говорю о том, что цели моих раскладов, это не сказать какую-то гадость людям, там человеку пакость, а цель помочь человеку собраться с духом, понять, что происходит на самом деле и выходить из этой ситуации. Поэтому здесь есть перспективы, есть будущее, но вам придется преодолеть сопротивление близких для того, чтобы двигаться туда, куда нужно, ну или человеку, которого вы загадали. Как на него влияют? Смотрите, здесь, во-первых, есть женщина, да, это женщина из семьи, то есть это мама, это жена, это вот кто-то, кто-то очень-очень близкий такой человек. И постоянно как будто бы пытаются из этого человека сделать молодого старичка или молодую старушку. И вот именно такая какая-то забота, забота пугливая, нерациональная вокруг, когда из-за того, что слишком много опеки и причитаний, человек не может достойно двигаться вперед. Так, давайте вам в этой ситуации предостережение совет. Неважно, кого загадывали, вам, собственно, информация, потому что если вы загадывали другого человека, то он, может быть, этот расклад и не посмотрит, если вы не поделитесь. Смотрите, ну, здесь по этой ситуации, по этой позиции, да, человека могут манипулировать определенным образом, но ни в коем случае карты не рекомендуют сидеть и ждать от моря погоды. А вы должны увидеть, каким вы себя хотите видеть и, да, включить собственную оценку ситуации. То есть здесь не только о том, что вам говорят родители, близкие, друзья там нос вытирают, платочек укутывают в шерстяной. Нет, вы должны увидеть себя, то, чего хотите вы, и узнать для себя, да, вот как-то озвучить истинную ценность вашей жизни, что вам нужно, потому что иначе вы можете получить, да, вот столько, сколько вы будете идти на поводу у этих людей, столько же времени, потом вы будете восстанавливаться после этой истории, искать себя. Поэтому поймите, что вы хотите, определите цель и ценность, и важность. И, кстати, возвращайте долги, даже если вам выгодно было их не возвращать. То есть вот бывает, что человек не может найти работу. Начинаешь копать, почему не может? А оказывается, человек, допустим, насобирал долгов. В то время, когда не было денег, она занималась, сказала, ну я же, вот меня уволили, вот мне нужны деньги. И вот давайте мы все-таки в этой ситуации как-то мне поможем. И вот здесь человеку помогают, да, на определенном этапе. А человек понимает, если я сейчас устраиваюсь на работу, то я становлюсь полноценным членом общества, и мне нужно будет отдавать все то, что я взял, да, получается. А я не хочу, а мне не выгодно, а не лежит у меня душа к такому разрешению событий. Поэтому ищите ту вторичную выгоду и отказывайтесь от нее, которую человек получает в этой ситуации. То есть бывает такое, что человек может прикидываться больным, потому что не хочет выходить из дома. Ну а чего? Ему продукты носят родственники, и хорошо. Там не хочет ехать в другой город поступать, потому что, ну а что у мамы? У мамы же сердце, мама же переживать будет, а я хочу быть хорошим, поэтому не поеду, да. Поэтому здесь вот подумайте, какая вторичная выгода называется. А я и не очень-то хотел куда-то ехать. А оправдываю это тем, что там у мамы слабое сердце, и что она будет очень переживать обо мне. Поэтому думайте. Думайте, какая вторичная выгода у этого человека. И, собственно, тогда откроются пути, откроется истинная картина, которую можно исправлять. И тогда вот уже наладив отношения со всеми близкими, по любви, да, не изменяя себе, вы сможете двигаться туда, куда двигаться нужно. Да, здесь два одинаковых аркана. Есть еще один аркан, который в двойном экземпляре. Обзор на эту колоду есть на канале, поэтому можете его посмотреть. Очень интересная колода. Всем желаю, друзья, удачи и благополучия. До встречи. До свидания.